У нас сегодня в Саратовской области было посещение заместителя генерального прокурора Шишкина Николая Анатольевича, который впервые посетил Саратовскую область в моменты своего назначения, он знакомился со всеми субъектами. Саратовская область, ну, к счастью или к сожалению, была последняя из его посещений по циклу приезда. Основные вопросы, которые были, то, что я знаю, из двух частей состояла. Первое, это было обращение граждан-предпринимателей непосредственно к заместителю генерального прокурора. И второе, эта встреча называлась «Круглый стол» с участием заместителя генерального прокурора, с представителями бизнеса общества, органами власти по вопросам защиты прав предпринимателей. В первой части у меня, к сожалению, один из заявителей заболел, лежит в ковидном госпитале. Я в рамках его интересов выступал с обращением к прокурору, пообещали, что будет рассмотрено в соответствии с законодательством. И второй вопрос, как раз это уже обсуждение непосредственно тех проблем, которыми сталкивается бизнес-сообщество. То, что касается полномоченного по защите прав предпринимателей, то есть, чем я обратился, это основные вопросы, которые сложно отрегулировать на уровне региональной власти, с одной стороны, и с другой стороны, на уровне региональной прокуратуры. Потому что это общероссийского плана проблемы, связанные с регулированием федеральным законодательством, правоприменительной практикой. В частности, это вопросы налогообложения относительно НДПИ, и обращения, которые есть у полномоченного в отношении каменных карьеров и изменения трактовки налогового кодекса к объекту налогообложения. Это природный камень, который зарабатывает щебень, непосредственно щебень. Второй вопрос, это касается изменений 644-го, майского прошлогоднего изменения 644-го распоряжения правительства в отношении водных сбросов, согласно которым стали выставляться платежи за пользование гораздо более жесткие, чем требования к воде, которая поставляется. Исходя из этого, все предприятия становятся априори нарушителями этого законодательства, водного регулирования. Это очень сложный вопрос. Третий вопрос, который сложно тоже решается, это трактовка нашего 160-го постановления правительства Российской Федерации от февраля 2009 года относительно так называемых красных зон, зон защиты и ограничений введения строительства. Ну, то есть ресурсоснабжающие организации в свое время не своевременно ставили на кадастровый учет объекта своей недвижимости. Исходя из этого, те, кто дает разрешение на строительство объектов недвижимости, не усматривали нарушений после установки на кадастровый учет. Они после 2009 года оказываются на карте и выявляются нарушения. То есть ставится объект недвижимости на землях, которых нельзя строить. И объекты, которые стоят до 2009 года, они могут стоять, а после 2009 года их необходимо сносить. Это очень такая практика, не очень хорошая. У меня коллективное обращение есть из города Энгельса и есть два одиночных из города Саратова. И самое интересное, что есть технологии, каким образом это убрать и спрятать линии передач, которые почти 40 метров, даже есть места, где 60 метров, забирают земель, территории городов, на самом деле, которые испытывают дефицит по использованию. С другой стороны, это проблемы, связанные с предпринимателем, который положил денежные средства, официально при этом не нарушая ничего. У него есть разрешение. И самое интересное, что даже согласование с той же самой ресурсоснабжающей организацией. И по факту после проигранного суда он пойдет в естественном суде и будет требовать денежных средств размещения по направлению того, кто разрешал ему это строить. То есть у нас муниципалитет не настолько богатый, чтобы дополнительно еще нести затраты по данным вопросам. Поэтому вот необходимо, да, кроме этого, рядом стоящее здание отказывает точно такие же услуги, и оно может иметь право на существование. Там есть тротуары, есть улицы, которые точно так же несут угрозу и жизни, и здоровью граждан. Поэтому тут комплексный вопрос, его необходимо, этот нормативный акт пересмотреть, на мой взгляд, и посмотреть, как можно этот вопрос изменить. Вопрос касался, еще один, который я поднимал, это объекты НТО. Вопрос реализации 208-го распоряжения правительства Российской Федерации под 30 января текущего года, создания новых торговых мест для того, чтобы регализовать как можно больше предпринимателей, особенно самозанятых. И у нас, к сожалению, идет обратный процесс, когда идет изъятие, наоборот, из оборота, даже существующих объектов НТО, хотя именно в этом распоряжении, даже помимо субъекта, то есть регионального, рекомендации была от правительства Российской Федерации к муниципальным властям о развитии именно вот этой вот направления, предоставления ярмарок, новых торговых мест, создания, да, и снятия ограничений по продлению использования тех объектов несационарной торговли, которые есть. Но, к сожалению, у нас вот пока процедура не очень сильно развита. Ну, то есть это вы сейчас НТО, это ларьки? В том числе и уличная торговля ларьки, и ярмарки. Там целый комплекс вопросов, который в качестве рекомендаций был дан. Но у нас, к сожалению, пока по-другому все. А кто-то из предпринимателей непосредственно на этой встрече присутствовал сегодня? Ну, были представители, это у нас же общественная организация предпринимателей, кроме, ну, там были представители администрации, был зампред по промышленности у нас, Архипов, был министр экономики, были все представители всех общественных организаций с заключением РСПП. То есть была деловая Россия, была опора России, торгово-промышленная палата. А, нет, РСПП тоже присутствовал, извиняюсь. То есть все представители большой четверки были на встрече на этой. Вот непосредственно от заместителя генпрокурора какая-то оценка? Оценка в целом работе, да, она была. То есть заместитель генпрокурора сказал, что значительная часть вопросов, которые были заданы, они уже знакомы. То, что касается воды, в ближайшие две недели ожидаем изменения этого законодательства, потому что эта проблема поднимается во всех уровнях, и какое-то решение будет найдено, и будет либо предложено, либо мы уже увидим изменения законодательства в этой части. Остальные он принял к сведению, потому что были у моих коллег и у бизнес-объединения свои вопросы, которые они обсуждали. Основной итог был о том, что в целом по Саратовской области серьезных противоречий между органами власти контроля и надзора и бизнес-сообществом не наблюдается. Продолжение следует...